Все средства связи только у сопровождающих. Для себя можно оставить только документ, паспорт, пропуск, черно-гелевая ручка. Если пакеты ваш сопровождающий не берет, приходим в аудиторию, вы оставите на стульчиках у двери. Но ни в коем случае не телефоны. За наличие телефона, даже не за пользование, вы знаете, удалите, не подставляйте себя. Выпускники сдают только второй экзамен, а в разных регионах уже скандал на скандале. В Воронеже ученик пришел на экзамен с мобильным. В Белгороде по той же причине аннулированы результаты сразу нескольких учеников. Во Владивостоке у одного выпускника изъяли телефон, а выпускница выложила свой вариант ответов в интернет. Вообще ужасно. Вроде серьезно, прям вообще страшно, страшно. Ну что, ничего не поделаешь, давай, давай. В Красноярском крае после первого госэкзамена отличились, не в самом лучшем смысле, 10 выпускников. 9 из них принесли на экзамен сотовый телефон, а один – шпаргалку. С мобильным попалась даже отличница из Хакасии. Говорит, решила перестраховаться. Ни у участников пункта, то есть ни у ребят, ни у самих организаторов наличие в интернет связи должно быть. Либо сдают сопровождающим у ребят, либо отключают. Но если он, не дай бог, как-то вот там, не знаю, себя в течение экзамена засигнализировал, к сожалению, основные инструкции обязаны их удалить. И, соответственно, никакого поступления высшего учреждения, где есть этот профильный экзамен, они не будут в этом году иметь. Кому из нарушителей разрешат сдать экзамен в этом году – резервный день, а кому только в следующем – решает комиссия. После рассмотрения на заседании Государственной экзаменационной комиссии всех материалов предоставленных, будет принято решение, если удаления были обоснованными, об аннулировании результатов ЕГЭ и о недопуске этих участников ЕГЭ к повторной сдаче ЕГЭ по русскому языку в этом году. Моя мама, Ольга Николаевна Жукова, работает учителем русского языка и альтернативы в средней школе села Долгий-Мост. И я, как дочь-учитель, я, конечно же, нахожусь в самом центре школьных событий. Еле-еле дождалась вечера, чтобы узнать, какие результаты после первой сдачи ЕГЭ по русскому языку. Когда экзамен закончился, я пришла в школу, окружили меня довольные и счастливые были. Сказали, что они меня не подвели. Но как это в результате выразиться, не знаю. Когда по телевизору начинают показывать, что там нарушения массовые, там списывали, там, я даже поражаюсь. Как это можно? У нас это все проходит на высоком уровне требований. Дети сдают так, как учатся, так и другие говорят. Хотя на экзамене другая обстановка, и в основном они волнуются. И все-таки, несмотря на строгости, многие выпускники предпочитают рискнуть. Вдруг выгорит. Хотя могут потерять целый год, который смело посвятили бы учебе в университете. Татьяна Шокарева, Ирина Киршева, Мария Ананова, Комсомольская правда, Красноярск.